Несмотря на то, что игра вышла уже больше года назад, я все чаще слышу запросы «Эй, Эвойс Ребус, ты супер прокачанный, прошел основную игру и делаешь крутые билды, но мы только начали играть, нам-то что делать?» Я подумал, что это очень хороший и интересный повод начать новую игру, немного поиграть в нее и дать несколько дельных советов для новичков. Никаких багов, никаких модов, только сложность насмерть, новая игра и несколько рекомендаций для тех, кто только начал играть в Ведьмака 3. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, снова эта заставка. Снова знакомые молодые лица и снова Ведьмак 3, на этот раз издание Game of the Year Edition. Я даже испытываю некий благоговенный трепет в начале. Привет, Ковбой, с вами Войс Ребус и просто канал об играх. Если вам кажется, что вы уже гуру Ведьмака и в билдах разбираетесь лучше, чем я, то все равно не проходите мимо, ведь именно начальных знаний вам, возможно, и не хватает. Начнем мы с самого начала, а именно с выбора сложности. Если вы играете первый раз, то крайне рекомендую начать с предпоследнего уровня сложности, боль и страдания. Последний довольно жесток для начальных игроков и может даже показаться слишком сложным. Но именно эта сложность поначалу раскрывает перед вами необходимость использовать все механики, заложенные в игру. Отвар, зелья, масла, бомбы и разные техники боя. В общем, все, что делает ее разнообразнее и интереснее. И поковыряйтесь еще в настройках. Помимо смены уровня сложности, можно настроить ваш интерфейс, увеличив его или уменьшив. Настроить, например, мини-карту и отображение определенных элементов в ней. Можно поставить настройку для подтягивания всех ваших врагов под ваш уровень, но это работает только от меньшего к большему. То есть подтянуть сильных врагов к вашему уровню не получится, к сожалению. Что еще вам может посоветовать человек, наигравший уже 300 часов Ведьмака? Всегда и все собирайте. Абсолютно всегда и абсолютно все. Все дома, в ящике в них, всех побежденных врагов, в каждые кусты. Все обшаривайте и собирайте. Это важно именно на начальном этапе, когда и денег нет, и ресурсов нет. Деньги потребуются для покупки рецептов, карт-сокровищ и уникального снаряжения. А также при починке этого снаряжения, крафте нового и разборе старого. Кстати, вот вам лайфхак. Перед тем, как продать меч или доспехи, проверьте его на разборе. Они вполне могут иметь очень редкие ингредиенты, которые вам выгоднее вытащить из этого снаряжения, чем потом пытаться найти их или купить. То же самое работает и с ингредиентами. Если в рецепте есть ингредиент, которого у вас нет, лезьте в меню разбора и просто мониторите. Вполне возможно, что при разбирании какого-нибудь собачьего глаза, вам выпадет нужная демоническая пыль. Ведьмак сама по себе игра не быстрая. Вы попадаете в локацию и следуете ее, попутно выполняя сайд-квесты. И только когда вам это надоедает, приступаете к сюжетной линии. Почему так? Потому что быстрее всего уровни берутся на сюжетки. А если вы проскачете довольно далеко и вкачаете много уровней, то за сайд-квесты будете получать сущие копейки по опыту. Следите за всеми взятыми квестами и в первую очередь выполняйте те, которые на 100% соответствуют вам по уровню. Перерасти в уровни в сюжетные квесты можно, а не подтянутся. А вот сайд-квесты нет. В своих странствиях всегда смотрите на то, что продают торговцы. Иногда у них можно купить уникальные рецепты для зелья или крафтовых предметов, которые нигде потом не найти. Также обращайте внимание на карты сокровищ. Именно по ним вы сможете найти лучшее снаряжение в игре, ведьмачи. И оно реально лучшее. А также уникальные доспехи и всякое снаряжение для лошадей. Но это уже по желанию. В игре есть уникальный ресурс очков навыков. Называется места силы. При их первом использовании они дают одно очко навыка. И каждый раз будут давать бонус к силе определенного знака. Если в маленьком белом саду вы вероятнее всего откроете все места силы, то попав в велен совсем забудете о их существовании. А зря. Если вы не гнушаетесь небольшой хитрости, то поищите в интернете и объездите все места силы на карте. Большинство из них никто не защищает, и вы сможете их собрать, создав себе подушку из очков навыков в самом начале игры. Можете также отправиться сразу в новиград. И при наличии необходимого золота отправиться на скеллик и собрать все знаки там. С базовыми советами, пожалуй, все. Давайте перейдем к боевым. Глупо говорить, наверное, но убивайте все, что видите и все, что можете убить. Это дает опыт, ингредиенты, снаряжение, фан и качает ваше умение управлять ведьмаком. Есть пять способов не получить урон при атаке врага. Самый первый и простой это перекат. Когда геральт делает прыжок с переворотом, но при этом тратится энергия. Лучше пользоваться отскоком. На клаве это двойное нажатие клавиши в движении. Этот же эффект, но не тратится энергия. Не забудьте перед боем накладывать квен. Пока бой фактически начнется, энергия уже восстановлится. А вот щит продолжит висеть. Если вы не мастер воротов, то просто ставьте блок. Я редко пользовался этим умением. Геральт не мастер защиты мечом, как мне кажется. Зато его более продвинутая версия заслуживает отдельного упоминания. Парирование или контратака. Если вы поймаете момент, когда вас начинают атаковать и поставите блок, то Геральт отпарирует врага, и если это некоторые виды зверей, проведет контратаку. А если люди, то наложат небольшое ошеломление. После чего вы с легкостью сможете нанести свой максимальный урон. Не забывайте про верстаки для заточки оружия и закалки брони. А также про знаки силы, увеличивающие силы знаков. Это хорошие бусты в самом начале игры к вашему урону. Про зелья, отвары, масла я молчу. Я думаю, вы их используете с самого начала появления их у вас. Так же как и о ведьмачьем снаряжении, которое, как я говорил, является лучшим. Если нашли квест на ведьмачьем снаряжении, выполняйте его, крафтите и практически забывайте о любой другой броне или клинках до конца игры. Ну и наконец то, без чего не обходится ни одно мое видео по ведьмаку. Билд с первого уровня. Или как качать юного ведьмака, чтобы он нагибал так, как не нагибал никогда. Наша цель с самого первого уровня максимально эффективно расходовать очки на самые эффективные навыки. И мое видение такое. Первым делом это навык техники школы кота, грифона или медведя, так как он за одно очко навыка дает колоссальный прирост, при условии, что на вас надета верная броня. Я возьму себе кота. Соответственно, второй скилл это то, чем вы наносите урон. Первый навык из легких ударов для кота. Первый навык из линейки тяжелых ударов для медведя. И, наверное, первый навык от игни для грифона. Далее нам нужен аксий. Во-первых, он позволяет контролировать противников, что особенно важно для бойцов с мечами. Во-вторых, он позволяет использовать особые диалоги во время разговоров с неписями, что для погружения в сюжет тоже важно. А дальше мы просто развиваем то, что начали качать в самом начале. Более подробные инструкции вы найдете в целевых билдах на моем канале. Скажу только, что с силовыми ударами нужен больше контроль, так как замах довольно долгий. Для легких ударов нужно уметь уклоняться и парировать, так как сопротивлений и хп будет мало, а знак игни сам по себе на низких уровнях будет полезен любому билду. Мак же на небольших уровнях просто неимоверно нагибает в связке основного и альтернативного Ирдена плюс игни. На этом все. Видео заслужило лайк, а я подписки на канал. С выходом версии Game of the Year Edition многие начнут новую игру. Эти советы должны оказаться вам очень полезными. Если вы знаете еще лайфхаки и интересные способы препровождения времени в Ведьмаке в самом начале игры, поделитесь ими в комментариях. Будет полезно и мне, и всем остальным зрителям. Спасибо за просмотр, а мы увидимся в следующем видео и всем на этом пока-пока.